Книга «Открытым оком», том 29, вопрос 4013. «Можно ли разобрать во свете Библии хотя бы одну проповедь Иоанна Кронштадтского?» Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Его авторитет был не от проповеди, а от исцелений и исповеди, от чудес, которые случались. Батюшка Иоанн был академист и знал, как составить проповедь. Но если сравним его проповедь с проповедью Ярлопейсти, Чарльза Спержена, то разница будет очень уж большая и не в пользу чудотворца. Здесь нет призыва к рождению от Духа Божия, от Слова Божия. Иоанн, как и все православные, ремонтирует, реставрирует мертвеца. А вопроса о его воскрешении они не ставят даже. Иисус взял с собой у Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. Евангелие от Марка, 14 глава, с 33 по 35 стихи. Предметом нынешней беседы с вами, братья и сестры, я беру самые трудные минуты из земной жизни нашего сладчайшего Спасителя. «Его смертельную скорбь в Гефсиманском саду прежде распятия и молитву Отцу Небесному до кровавого пота, да минует его час сей, или по сказанию другого евангелиста, да мимоидит чаша страданий его». Лука 22, 42, 44. Говорю самые трудные минуты, потому что, укрепив дух молитвою, он спокойно, с непоколебимым мужеством предался врагам своим, с адскою злобою, жаждавшим его смерти, и до самой смерти сохранил божественно-величественное спокойствие духа. Итак, слушайте. Пришед в сад Гефсиманский, в котором совершилось его предательство коварным Иудою, он начал ужасаться и тосковать. «О грехи! Грехи наши! Вы самого Спасителя мира по его человеческому естеству довели до праведного ужаса и тоски смертной. Как вы отяготели на нем неповинном ни единому греху! И было чему ужасаться! И было о чем смертельно тосковать! Грозная, точная правда Отца Небесного возвергла на Сына грехи всего мира, грехи людей всех времен и народов, в том числе мои, ваши, людей прошедших времен, времени настоящего и будущего, до скончания мира! Ох! Какое и коль тяжкое это бремя, невыносимое ни для кого из смертных, ни даже для всех ангелов, если бы они и захотели взять на себя это бремя! Ибо это бремя бесконечно тяжелое, как бесконечно правда Божия, бесконечно поруганное, как бесконечно милосердие Божие, решившее помиловать грешный род человеческий через страшный, бесконечно дорогой выкуп! Не удивляйтесь поэтому, что Бога-человек ужасается бесконечно великого бремени, как человек, взявший на себя наши немощи и понесший наши недуги. На нем отяготели безмертные моря грехов человеческих, все их праведное возмездие, все подобающее им по правде Божией мучение, мучение временное и вечное. Ибо все верующие в Него и кающиеся искренне получат ради Его страданий и смерти свободу от временных и вечных мучений. Но продолжим беседу на дальнейшее сказание Евангелиста. «Ужасая и тоскуя о грехах человеческих, он сказал, «Душа моя скорбит смертельно». То есть о грехах человеческих, о грехах всеродного Адама, ибо все люди – его семя, его порождение. О, скорбь безмерная, любвеобильная, жалостливая, о всех плодотворная. О, скорбь спасительная для многих верующих и кающихся. Эта скорбь Бога-человека исходатайствовала нам у Отца Небесного «Спасительную печаль по Бозе, печаль о грехах и жажду правды. Печаль, бо я же по Бозе, покаяние нераскаянно во спасение соделывает». 2 Коринфянам 7.10 «Но Господь скорбел безмерно и о том, что Его скорби, Его страдания и смерть, Его кровь, излиянная за грехи мира и воскупление Его, будут для многих неверующих и хулящих Его бесплодны и послужат к большему их осуждению, как поправших кровь Завета Вечного, излиянную для искупления, а не для погубления. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях «Без милосердия наказывается смертью, то скольки к чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает в Сына Божия и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмощение, я вас дам, говорит Господь». И еще «Господь будет судить народ свой». Таразаконие 32, 35, 36. «Страшно впасть в руки Бога живого». Теперь обращусь с вопросом к себе и к вам. Ввиду смертельной скорби Искупителя мира о грехах наших, скорбим ли мы сами о своих грехах, причинивших такую смертельную скорбь нашему Господу? Искренне лекаемся в них, чувствуем ли тягость, созазнаем ли ответственность за них пред Богом, праведным и истязующим от всех правду? Стараемся ли творить плоды покаяния? Вот миновало для нас в этом году святое время Четыридесятницы, данное Богом для нашего покаяния, для познания всей прелести и пагубы грехов, для исправления и обновления духовного и телесного. Позаботились ли мы все, чтобы это время прошло для нас душеполезно, плодотворно, спасительно? Святая Церковь называет всех православных христиан в литургийных молитвах святым и избранным стадом Христовым. Приличествует ли нам это название? Таковы ли мы на самом деле? Признает ли нас Христос на страшном суде своим стадом, своими овцами? Будут ли для нас искупительны страдания Христовы и смерть Его для нас? А десную или слева от себя Он нас поставит? На стороне овец или козлищ? О, сотвори меня, Господи, овча словесного Твоего стада, и отчасти козлищ избавь меня. Еще хочу предложить вам сегодня один вопрос с ответом на него. Почему святые мученики и мученицы Христовы пред своими ужасными бесчеловечными мучениями и во время самых мучений не ужасались и не тосковали, как искупитель мира Христос, а с радостью шли на всякие мучения и во время самых мучений радовались, как свидетельствует неложная история и акты мучеников? От того, что их укрепляла сила Христова и как бы сам Христос страдал в них, а не они сами, яко иному страждущую по выражению церковной песни. Всю остроту и тягость в мучении перенес на себе Христос, агнец Божий, в земля и грехи мира, а им оставалось только в нем страдать, как таинственным членом его тела. Вот чем объясняется их отрада и радость в страданиях за Христа. Кроме того, их утешала твердая надежда на будущую жизнь, которую они видели пред собою как настоящую. Пострадавы и умеры за нас и воскресы из мертвых в третий день, Господи, слава Тебе, аминь. Святый и праведный Отец и Аанн Хронштадтский. Комментарий на ответ на эту проповедь Игнатия Тихоновича Лапкина. Колоссиным, первая глава, с 10 по 14 стихи. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых, во свете избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Псалтирь читают или же поют Три тысячи погожих лет и хмурых Вздох нищеты и тех, кто влип в уют И на войне спасти, желая шкуру Псалтирь Давида, древнего царя Царям в подмогу учит жить и править Ее не любят деспоты не зря Их царство не в божественной оправе Псалом, запоминающийся сотый Программа и регламент для царей Царь словно пасечник, а подданные в сотах Спешит бесчестных истребить скорей Псалмы 50-й, 90-й звучат по храмам В утренних молитвах В них главная конструкция и остов Ста пятидесяти псалмов взывают слитно Историю побед и поражений проходим с непокорными, как мы Герасим Павский перевел нам прежде Для будущих потомков все псалмы Что видел псалмопевец, пережил Во всем везде узрел он Иегову Любил он Бога, а не гаражи И счастье в Боге видел Не в подкове Сегодня хмарь, а к вечеру и дождь Пока что без прогляда в грозных тучах Любой из нас блоха, червяк и вош С Давидом было не намного лучше Мистически мы вместе с пастушком Сразим гиганта бед, как Голиафа За пляшущим и мы пройдем пешком Неуязвимые для миллиона мафий Псалтирь ласкаю взглядом постранично И слышу зов Христа из всех псалмов И не Давид писал ее А каждый лично Хотя бы был последний ахламон 2 июня 2008 год Игнатий Лапкин Игнатий ласкаю взглядом постранично